У человека есть святое право, ведь бытия земного краток век. На сцене малого драматического театра премьера «Страх, любовь, отчаяние» так называется новая постановка Льва Додина. В её основе пьеса Брехта о предвоенной Германии, которые до сих пор не имели в России большой сценической истории. Слово нашим коллегам из Петербурга. Бинокль, программка нет, только не в этот раз. Перед спектаклем зрители внимательно изучают прессу. На страницах газеты статьи о том, каким был юмор в Третьем Рейхе и колонка о политической ситуации в конце 30-х годов прошлого века так всех, кто сидит в зале, заранее настраивают на серьёзный разговор об отчаянии, страхе и любви в предвоенной Германии. В лагере надзиратель нам всегда говорили, что мы должны копать из последних сил. И я часто удивлялся, почему нам нельзя копать из сверху. Десятки человеческих историй за кружкой пива в немецком кабачке звучат от людей разных социальных статусов, взглядов и возрастов. Все не герои двух пьес Бертольда Брехта. Разговоры беженцев и страх и отчаяние в Третьей империи. Судья, прокурор, учитель, официант. Всего 30 персонажей. Их многоголосье создаёт панораму событий предвестников одной из самых страшных гуманитарных катастроф 20-го века. В спектакле есть фраза «Весь мир охватился судорогой». И никто не может сказать, почему. Вот мне кажется, что сегодня есть такое ощущение. Время Брехта пришло. На злобу дня? Не на злобу дня, нет. Это не на злобу дня. Это на злобу эпохи. Сами артисты пьесу называют сложным экзаменом. Ведь на сцене надо не только сыграть немного по-другому. Осознать, понять и прочувствовать философию Брехта просто и сложно одновременно. Хотя для Ирины Тачининой погружение в роль произошло мгновенно. Ее героиня Юдив делает сложный выбор между любовью и одиночеством, жизнью и смертью. Когда Лев Абрамович прочитал первый раз эту пьесу нам, я начала реветь почти с первого появления моего будущего персонажа, о котором я еще не знала, что он мой будущий персонаж. Просто появление этой героини, все, что она говорила, как он прочитал, я постоянно ревела. И надо сказать, что я реву до сих пор. Посмотреть на мир под другим углом, увидеть то, на что раньше закрывал глаза. Смелая постановка меняет мир ощущения, полностью переворачивает его, а после просмотра оставляет наедине с огромным багажом мысли о жизни, государстве и человеке. Спектакль идет без антракта. Два часа десять минут актеры держат зрителя в напряжении и задают тем, кто сидит в зале, все новые и новые вопросы, ответить на которые не так уж и просто. Ольга Скрипкина, Алексей Купцов. Новости культуры. Петербург.